Со следующей недели строители приступят к возведению домов, пострадавших от пожаров в районах Жирновском, Руднянском, Котовском и Камышинском. Времени у подрядчиков немного, меньше трех месяцев, при этом требования к качеству застройки самые жесткие. Площадки под новое жилье определены, и сейчас техника готовит их под закладку фундаментов будущих домов. Убедиться в том, что все идет по графику, в районы выехала рабочая группа в составе представителей администрации региона и руководителей электро- и газоснабжающих организаций. Материал Игорь Морозов. В Руднянском и Жирновском районах в общей сложности сгорело 243 дома. К возведению новых строителей приступят уже с понедельника 13 сентября. Села Русская Бундевка и Осечки на прежнем месте восстанавливаться не будут. Для них подготовлены и другие площадки. В частности, для Осечков выбран этот участок площадью в 7 гектаров. Здесь будут построены 36 комфортабельных домов с земельными наделами по 15 соток. Дом сам будет щитовой. Из современных материалов это будет ЦСП. Внутри будет брус, покрытый от пожара. Будет 150 миллиметров базальтовая минвата. И изнутри гипсокартон. На полах линолеум. Стены крашены. Будут в каждом доме теперь. Раньше у них был санузел на улице. Теперь у них будет все внутри. Это будет ванна, туалет теплый, вода в доме, канализация в доме. Такие же дома появятся и в других пострадавших селах. В Александровском Жирновского района, где сгорело 130 домов, половина строений будет возведена на месте пепелища, другая часть на новой площадке. Причем электро, газоснабжение, водопровод и канализация входит в стандартный набор для каждого дома, который будет передан новоселам под ключ. Именно поэтому к подрядчикам предъявляются повышенные требования. Ведь им нужно успеть выполнить все работы до 1 декабря. Из порядка 20 подрядных организаций только одна московская. Все остальные – волгоградские. Это касается и подрядчиков, и проектировщиков, и тех, кто будет прокладывать сети, и тех, кто будет строить дороги. Все погорельцы получат дома такого же размера, какие имели до пожара. Более того, если домовладение было небольшим, его дотянут до социальной нормы. Еще один момент – благоустройство. Законченный вид приобретет и прилегающая к строению территория. Проезды, тротуары, подходы к жилому дому, ограждения, домовладение. В каждом поселке будет предусмотрена и построена детская игровая площадка. Это пока вот тот минимум. Кстати, для тех, кто захочет покинуть село, предоставлена возможность переехать в город. Волгоград, Волжский и Камышин уже сейчас готовы предоставить для погорельцев 300 квартир. Заниматься жилищными вопросами людей будут 4 рабочие группы по числу пострадавших от пожаров районов. В них войдут специалисты управления по госимуществу, БТИ и юристы. Они в первую очередь займутся проверкой списков всех, кто остался без крова, а также будут следить за ходом строительных работ. К слову, наблюдать, как идет возведение домов для погорельцев, сможет каждый желающий. На площадках в ближайшие дни установят веб-камеры. Изображение с них будет передаваться на сайт председателя правительства и губернатора Волгоградской области. Игорь Морозов, Алексей Лунев, телекомпания Ахтуба из Жирновского и Руднинского районов.